...била два раза. Нет. Нужен ли девушкам оргазм? Ну что? Ну все, я забыла. Давай следующий вопрос. О детях не задумывайтесь, ответ тоже есть. Что сегодня готовите, оно уже в ленте есть. Крыс за Москву переезжайте, мы ждем вас в октябре. Ребята, вы вообще как во вселенной друг друга нашли? И как Саша Масси сделал предложение? Дома многим будет интересно. Ответьте в прямом эфире. Как мы нашли друг друга во вселенной? Как? Перестали искать, а сразу нашли. Да? Вот такой вот ответ. Перестала ждать, искать. И сразу раз. И мне на хорошо было, так хорошо. А я раз. И сделал все лучше. А что такая боль в глазах? И у меня. И у меня. И у меня закончились шоколадки. Чокобои все. Ушли в никуда. Да. Так выпьем же за чокобои. О чем ты сожалеешь? Да не могу я, понимаешь? Фетиш у меня такой. Мороженый сникерс. Бульдожки. И чокобои, да. Вот ничего не могу сказать. А бульдожки? Ну, бульдожки, да. Знаешь, к бульдожкам я уже начинаю там... Остывать? Остывать. А вот эта зависимость, она никак не проходит, понимаете? Сникерсы и черные парни. А, она прочитала, может ли девушка обойтись без оргазма, а может без минета? А, да, вот. Да, есть такая тема. Большинство женщин испытывают оргазм, но часть из них не испытывает оргазм. Но на самом деле при этом получить удовольствие от секса это можно, ведь оргазм это не самоцель. Так что такие вот дела. А как же мужчине без минета? Опять пошли мне искать мой член. Как я без минета? Да, как ты без минета? Я нормально. Почти. На самом деле, хороший минет тоже редкость. Вот, знаешь, уши еще никакой, чем хреновый. Поэтому я, собственно, и успокаиваюсь. Минет сейчас везде хреновая, поэтому мне не надо. А такой, чтобы вот прям вот так вот накрутило, прям вот так вот по самые яйца вместе с ними, такое бывает редко. А у тебя было вообще? Ну что ты по больному бьешь? Я в фильме видел, как надо. А они там... Как тебе, хорошо? Охерительно, твою мать! Показал бы, блин, как. Да не дотянуться. Ребра мешают. Так. Вечеринки, 50 оттенков серого. Тайные желания, предпочтения, секретики. Ну, пикантно. Почему ты вышел за Сашу, а не за негритенка? Ну, потому что Саша... Вот меня сейчас мужчины поймут. Это, знаете, вот Саша, это любовь. Это святая женщина, это твоя вот святость, святая святых. А там секс, это просто секс, это просто трах, жесткий трах. Ничего непонятного. Это мне что-то понятно. Да, там просто это... А тут любовь, понимаете? Вот. В твоей жизни настала только любовь. А меня это, понимаешь... Того. Того. Так, что сказали про 50 оттенков серого? А что там про них говорить? Ну, типа, как ты относишься там к 50 оттенкам серого? К 50 я только в роли госпожи. Я вот это не могу, чтобы меня там как-то... А как госпожа я могу. То есть нет никак, чтобы там 50 ниггеров связали тебя и по очереди любили? Нет, это будет наоборот. Я свяжу 50 ниггеров. Давай, хороший тост. За нихер! Чтобы хоть в одном месте нашлось 50 достоинных афроамериканцев, которые дали в себя связать и изнасиловать. Люблю я это дело! Насиловать и связывать? Насиловать и унижать! Ладно, читаем дальше. А тост? Подожди. Для этого нужно выпить же было до дна? Угу. Нет? Нет, до дна я не могу. Так. Что у нас? А с кем ты, мать отрахаешься, спрашивают? Как это с кем? С мамкой. С мамкой? Как задали вопрос, так и получили. Так. Всех с наступающим днем медика. Есть такое, да? А, точно. Вы венчаны. Смогли бы изменить? А что значит измена? Давайте поговорим. Духовно? Я все ваше. Давай, следующий вопрос. Дрень. Тема детские пакости. Или как вы в детстве развлекались? Мстили или шкодничали? Ну, директору стекло снежком разбить. Чего там? Петарду в окно кому-нибудь забросить? Газетку поджечь? А под ней какашка? Нет? Я таким не занимался. Корбид засунуть в дихлофос, поплевать туда поджечь, они взрывались. Нет? Нет. А сурик с серебрянкой смешать? Два камня гальки и об стену. И сразу взрыв такой. Нет? Хилю. Нет? Нет. Ты вот какие гадости делал? Что делал? Я? Да. А я ничего такого не помню. Падевочка? Нет. Я была главарем. Главаризом? Главаризом, да. Была девочка. И держала два двора. Вот так держала. И вот. Да ничего, это просто было... Да, камера он снимал по ней терминатора. Терминатор терминаторов. Так, Чебоксары, привет. Саш, ты собственник? Нет, я нормально. Ирина, ваш первый брак? Нет. Как ты с таким членом обважаешь ее? Данил, как только ты пососешь мой член, ты узнаешь, как я обважаю с таким членом. Так, Саша, как живешь без пиписьки? Моника, туда же. Короче, всем глубоким и нет заглотом. Всем, у кого этот вопрос. Мася, 10 нигеров связывало? Нет, 10 не было. Вот, давай, сейчас тебя разделю. Да сколько было тогда, Раста? Не знаю. О, опять подключилось, нормально. Так, ребята, не грустите, а мы не грустим. Но учите готовить, а все кулинарные заметки. Смотрите. А ты мужчина или женщина? А вы сами как думаете? Привет с Испании. Испания, привет. У нас есть задумочка и в Испанию приехать после Греции. Так, что мы рассмотрим. Да, крутой отель нам рассказали. Да. Голенькие ходят. Давай. Что? Вопрос. А, следующий вопрос. Я бы тоже хотела послушать про первый секс. А что первый секс? Первый секс. Вот насколько у тебя круто было. У меня было так. Он такой раз, встает, на него призик одевает, он раз, ложится. Призик снимаешь, он встает, надеваешь, ложится. Вот такой вот был первый конфуз. У тебя? А у меня... Ну, не хочу я вспоминать это. Короче, первый секс не у всех самые лучшие воспоминания. А что, может быть, у кого-то есть прикольные воспоминания о первом сексе? Нет. Ну что, нет? Так бывает, Матя? Так, предлагаю тему. Как адекватно, красиво. Вот, Матя, ты рассказал, как Матя не может делать меня. А как ты делаешь, Куни? Я шикарно. Я мастер спорта. Привет с Украины. Как, короче, не реагировать или реагировать достойно на реплики людей по поводу тату, пирсинга и так далее? Как грамотно ответить на вопрос, а почему не на лбу тату набила? Ну, если каждому дегенерату отвечать на его вопрос с подъемом, то можно опустить до уровня этих дегенератов. Поэтому пропускать мимо и не париться по этому поводу. Там вот еще должны быть какие-то хорошие вопросы. Тема для Бух. Тема для Бухача. Делает ли Мася массаж простаты? Если да, то чем и как другие женщины относятся к такому массажу? Языком. Чего? Ну, языком. Как? Ну, у тебя 20 сантиметров язык. Это же жопа. То есть я тебе фопо-язык могу сонуть, а ты мне нет? Я не. Ну, это же жопа. По кругу ее такая. Фу. И там какашки. Нет там какашек. Не рассказывай. Я не хочу тему жопа. Все, что связано с говном, жопой и сосанием, это не ко мне. А к кому? Не знаю. Это к извращенцам. Любителям какашек. Я вот это не люблю. Какие извращения приемлемы у себя в жизни? Лизай с жопой без какашек. Нет. Фу, бля. Не говори. На затеи. Да. Фу. Давайте снимать тему. Не люблю я жопу и все такое. А что ты любишь? Кроме нигеров. И меня. Одну. Много черных нигеров. Какая-то ты, мать, однообразная. Я вообще... Скучная. Не единственная. Я по классике люблю, понимаете? Вот я по классике. Как рояль? Мне вот это... Черно-белая? Да, черно-белая, черно-белая. Мне вот это вот ваше... Может, и Дальтоник единственная женщина в мире? Я не люблю это все дело. Так. У меня скоро свадьба. И все уже достали. Такое ощущение, что это не моя свадьба, а родственников. Как относиться к этому спокойнее и не ругаться с родственниками? Все очень просто. Если вы зависите от ваших родственников, они вам дают денег на свадьбу, вы ждете от них подарка на свадьбу, вам этим родственникам потом сидеть с вашими детьми, вы ждете наследство, квартиру. Ну, надо понять, что вы лицемерно и меркантильно зависите от ваших родственников с надеждой о том, что вам кто-то что-то должен. Как только вы понимаете, что в этой жизни вам никто ничего не должен, и вы живете своими силами и своей головой, то, в общем, чужое мнение становится сразу вам параллельно. Можно ли назвать мнение своих родных чужим? Можно. Свадьба-то ваша. Жить-то вы будете с этим человеком. Это, кстати, вот типичный пример, я почему-то этот вопрос выделил, потому что целая куча людей с небольшой зарплатой в 30-40 тысяч рублей делают шикарные свадьбы на полмиллиона, приглашают туда. Родственников, которых они никогда не видели, больше не увидят. В следующий раз они их увидят. И, соответственно, все 2-3 дня бухают, говорят, какая у Леши с Ирочкой свадьба прикольненькая, все у них хорошо. А потом спрашиваешь, Леша, Ир, а куда вы едете? Они такие, в Крым на 3 дня дикарями на машине. Бабок-то нет. Вот такая вот фигня. Правда, Александр, что вы сделали 15 хирургических операций. Абсолютное вранье, а больше 20. Вот. Смотри, какой хороший вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение, почему мужчины насилуют женщин, и может ли женщина изнасиловать так же мужчину? А это ты ответил. Я? Я вам расскажу, тут был прикол. Подписчица одна написала. Говорит, слушай, парень не обиделся. По-моему, собственно, вот так вот. Что я думаю по поводу насилия? Я считаю, что все в сексе должно быть добровольно. А ты? Ну, понимаешь. О-о-о! Я думаю, у меня тут маленький извращенец сидит. Нет, на самом деле я могу сказать так. Есть женщины, которые, они изначально жертвуют. Их мой грех не насиловать. А что так хоть какое-то им счастье будет? Ну-ка. А если она против? Это она так думает, что она против. А на самом деле она не против. Ты страшный человек, Миколыч. Да я маньячевина. Не, ну... Ну, девочка оказалась не промок, да? Жесткая она. Саш, мне 14-12 занимаюсь тяжелоатлетикой. Можно ли в 14 сопротивлять допинг, если да, то какой? Поверьте мне, вы его, может быть, уже употребляете, даже не зная этого. Некоторые тренера его так или иначе в детских и юношеских школах добавляют. А можно или нельзя? Ну, на это есть интернет, и вы сложите по этому поводу свое мнение. Любая медаль имеет как минимум две стороны, а еще есть решка. Вот такие дела. Мася, оденься нормально. Не во что. Не во что. Так. Тема «Периодическая измена» укрепляет брак как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Что думаешь? Мое мнение, а нахрен тогда вообще такой брак? Вообще такой брак? Вот, молодец. Молодец. Вот единственная сегодня хорошая мысль от Мася. Не, ну, может быть, у них там есть какие-то там интересы. Но у людей некоторых брак настолько скучный, что многие пишут, что через год-два пропал весь изюм. И тут стоит вопрос, либо вообще разводиться, потом год-два вообще разводиться, как это было у меня, потом год-два вообще разводиться. Либо начинать себе в браке позволять какие-то игры, флирты, секас на стороне или проституты. Это людям решать. Нравится, если вас это двоих устраивает там. А если второй не знает? Ну, они сохраняют отношения. Короче, это все их дела. Нравится, пусть. Ну, какая-то ты прямо вот такая вот. Да. Так, вы всем отвечаете в директе, даже на тупые вопросы? В директе мы вообще не отвечаем, потому что в директ он уже давным-давно забит. А после того, как начали появляться у нас многочисленные сторисы, в директе бывает до 10 тысяч сообщений. Это нереально. Так, Саша, внешний вид, что это? Стиль жизни, кайф выделиться с толку или что-то другое? Нет, это для меня, но все считают, что почему-то это для них. Какой интересный вопрос. Что делать, если ты замужем, но поняла, что тебе не хочется семьи и детей, а хочется гулять и наслаждаться жизнью наедине с самим собой? Никак не могу развестись, боюсь потом пожалеть. Ну, страх нас убивает еще до того, как мы умерли, а так стоит вопрос в другом. Ну, женились, если нет детей и хочется уже гулять, значит, рано или поздно вы начнете изменять. И тут стоит вообще здесь вопрос, который как раз Маса очень здраво затронула. То есть, из любимого человека, который был очень недавно совсем любимым, делать идиота, козла и барана, это нормально. И некоторые считают, ну, я на стороне потрахался, я там вру где-то была или где-то был. Ой, ну, мы на работе задержались, мы с подружками, а сами еще перевелись. То есть, врать любимому человеку, мужчине или женщине, делать из него дебила, ведь все тайно и рано или поздно становится явным. И так или иначе, все равно вы об этом кому-то рассказываете, подругам или друзьям, это нормально, да? А вот... Ну, это не низко. Да, поэтому мы, собственно, такого вот мнения. Хочется изменять, ну, живите одни, и тогда можно совершенно спокойно изменять. А бояться ли развода, чего бояться? Женился, развелся, если детей нет, то вообще никто не пострадал. Как ты испанский учил? Курсы нет. Самоучитель испанского, там Киселева еще кто-то написано, и один словарь. В общем-то, все. Шпак-то нормальный, удачи вам, спасибо. Что пить после родов, чтобы сжечь жир? Вы считаете, что если вы будете что-то пить, жир будет гореть? Это не так. Саша, что за мастер делает татуаж? У меня... Он не остается, уходит вместе с корочками. Ну, во-первых, корочек вообще быть не должно. Первые сутки вы оставляете вазелин, либо бипонтен на татуировке под полиэтиленом. Соответственно, потом три дня тоже достаточно обширно мажете его. Ну, и, соответственно, либо он не на правильную глубину все это забивает, либо у вас какая-то индивидуальная переносимость, но такое бывает крайне резко. Ну, во-первых, зависит от самого пигмента, который вводит под кожу. Как правильно сказал Саша, это глубина введения пигмента. И есть еще некоторые моменты, очень плохо остается пигмент, если у тебя сахарный диабет, какие-то гормональные вещи сбои. Слушай, я прожил в тату-студиях практически несколько лет. И все, что я видел в тату-студиях, я видел одно. Даже если человек бухает, курит траву и тому подобное, все равно нормально пиг ложится. Бывают, конечно, ненормальные люди, которые сегодня сделали татушку и с ней же поехали на пляж загорать. Это тоже очень много. Или пошли через день-два в сауну, или они ходят в солярий и еще что-то. Говорят протереть камеру. Протереть камеру? Або что, Мася? А, у меня вон есть. Ого. Протер. Вы только что были все протерты. А то, что очень активно все ищут. Да? Самое главное, что мне тут кто-то сказал, что какая-то прокуратура нас постоянно смотрит в какого-то района. И они тоже все очень долго ищут членов ШПАК. Это очень меня прикалывает. Надеюсь, они найдут и подтвердят звание гордой прокуратуры. Вот такие вот дела. Тебя аж повязали пару лет назад. Смотрите новости. Знаете, что меня радует в новостях? Почему-то это мало кто замечает. В 98-м году, если кто-то уже тогда смотрел телевизор и имел хоть какую-то толику сознания, буквально накануне, точнее, не буквально, а ровно накануне, сказали, что кризиса не будет, дефолта не будет. Вот. Вот такие вот дела. На следующий день он случился. Так. Мой папа с тобой знакомый, это правда его зовут Станислав. Не знаю. Может быть. Он боксер. А. Есть у меня один знакомый боксер. Станислав. Вот. Что делать, если парень не хочет серьезных отношений? Радоваться. Вы что? Нахер нам нужен такой парень? Вы что? На самом деле девочки все с вами начинают встречаться, а потом сразу начинают за чем-то проецировать. Надо жениться, надо детей завести. А вы понимаете, что людей это пугает? Он хочет жениться, он хочет детей. Пройдет время, и он сам скажет, что я хочу жениться, я хочу детей. А когда начинают давить, хочется нахрен бежать от таких. А если ему этого не надо, то ему это не надо и будет. Так что стоит вопрос, а нафига все это делать? Ой, ой, что-то я тут нажал, Масиль. Что-то я нажал, что-то случилось. Так, Масиль, измену это неожидание к себе, а вернее к своему выбору. Вот и я о том же говорю. Саша, расскажите, как тебя поймали с допингом по НСТ, видео гулять. Знаете, сотрудники госнаркоконтроля сделали меня популярным в 2010 году. Задержав меня, у меня же дома, показав БЦА и рассказав о том, что это очень большое количество анаболических стероидов. Ну, соответственно, я на свободе, я жив, у меня нет реального срока, у меня нет условного срока. Но, тем не менее, видео гуляет до сих пор. А это означает, что я популярен. Так что спасибо за популярное видео. Так, что делать, если не получать орган, Саша? На самом деле, орган получают со временем все, если над этим трудиться. Вот я, допустим, сегодня тренировал свою одну из подопечных, жену моего хорошего знакомого. Как и множество девушек, говорит, я не чувствую задницу. Так вот, задница, клитор, вагинальные мышцы, точка G. В общем, по сути, все совершенно одинаково. А мышцы нужно научиться чувствовать. Соответственно, что такое оргазм? Это определенное сокращение спазм некоторых мышц. Соответственно, в вагаричных точках G можно прибавлять только литеральный оргазм. Но над этим надо работать. У кого-то это бывает автоматически, а кто-то вообще никак это не делает. Саш, а научиться можно стать похуистом? Да. Да. Это люди, которые, как это называлось, в 70-х годах-то они курили травку-то? Это... Бобмарли, да. Можно, но стоит вопрос, да, это должно быть в прямом смысле. Это плохо на все. То есть вы уезжаете, живете на то, что... Как же они назывались-то? Какая хрен разница. Они все собирались с кучкой хип-хип-хип-хиппи. Хиппи. Ну да, есть такое дело. Так, что, Матюня, там есть еще вопросы? Да, интересный вопрос. Кто должен в семье контролировать бюджет? Сколько может потратить на себя женщина просто так? Не на серьезные покупки. Например, очередные туфли или сумочка. Знаете, что я слышал в вопросе? Да. Заискивание и заигрывание. То есть она уже, знаешь, прям как ведет себя, как будто она маленькая девочка и спрашивает. Папа, мама, а сколько я могу денег потратить на конфетки коронавируса? Мам, а купи мороженку. Да, вот из какого разряда этого. То есть если пара самостоятельная и взрослая, то они прекрасно знают, сколько они могут потратить денег. Если у вас семейный бюджет там 70 тысяч на двоих, то, ну, в чем вопрос? То есть 70 тысяч у вас есть на двоих. Значит, вы должны знать, сколько из них вы можете потратить на те или иные мелочи. Я не понимаю, какого хрена эта мать его камера за 75 тысяч рублей выдает мне мутное изображение. Мася. Тема гелей, смазок и разных возбудителей. Сейчас, подожди. Мой дебильный телефон тупит. Мася! Смотри, что у меня. Скуни то же самое. Есть ли у вас братья или сестры? Да, есть брат. Какой у вас рост? 182. Во сколько лет был первый секс? 20 с половиной. Я вас обожаю. Спасибо. Что делаешь в свободное время? У нас его практически нет. Что делаешь, если твой парень тебя оскорбляет, но не со зла? Еще хуже. Если он не со зла просто так оскорбляет, то, знаете, есть старая добрая поговорка, о которой я всегда говорю. Сильный и слабый его не обидит. Соответственно, если ваш парень слабее вас, надо об этом задуматься. Так, Машиня. Про смазки, возбудители, гели, про секс-игрушки очень много вопросов. Ну, а что тут с вопросами? Да я не знаю, что это. А, нужно идти в секс-шоп или залезать на сайт, смотреть, что вам нравится, похватить всего кучу всего и пробовать, по-моему, это забавно. Наносишь ей или она тебе куда-нибудь смазку и спрашиваешь, ну как? Она, а-а-а, жжет, убери, а-а-а-а-а-а. И у вас выходит круто секс. Вот такие дела. Так. Как говорить мужчину на мороженку, а Я на диете, Мася, помоги? Чего? Ну, вы прекрасно сами знаете, на самом деле с мороженкой все просто. Если вы покупаете обычный вафельный стаканчик, там, по-моему, что-то порядка 150 калорий Если вы идете в парке гулять, то за час вы сжигаете как минимум калорий 400-450 Можно съесть мороженку, а даже 2 Так, Александр, подскажите, упал с велосипеда на ногах большие гематомы, просто огромные Нужно ли из этого идти в больницу? Все один голос кричат, да, хотя я не вижу смысла Ну, надорвались сосудики, ну, гематомы, знаете, мальчики, когда дерутся, соответственно, тоже бывает очень много гематом На разных местах, и мало кто ходит Здесь стоит вопрос в том, чтобы гематома не стала какой-то обширной и не пошла под кожу Тогда там может получиться воспалительный процесс, вот такие дела Шпак, у тебя есть член? Да, для этого нужно встать на колени и сделать некоторые действия, тогда вы увидите Масева была брюнеткой? Нет, не была Сашира, если я не получаю оргазм от партнера, нужно расстраиваться Но если вы до этого раньше получали оргазм, а сейчас не получаете оргазм, то есть повод задуматься, что делать по этому поводу Вот, как минимум поговорить с партнером Масева, я просто думаю, как нам сделать, чтобы мы с тобой вместе подали в кадр Опа, ну давай вот так вот Давай Ох, я вся горю Так, Саша, а после фронтопластики что-то изменилось? Да, моя лицо изменилось Есть же фотографии у меня в ленте Что делать, если мои родители не общаются с моим гражданским мужем и всячески против него? Он, в принципе, тоже с ними не особо общается и имеет определенные претензии Я развиваюсь на две части Как быть? Как быть? Бросить мужа и жить с родителями, прожить с ними всю старость, пока они не покинут эту грешную землю Вот, потом остаться одинокой вдовой Жестоко, но тем не менее, правда Почему? Ну, вы же уже, по-моему, сделали выбор Потому что нормальный человек, живя в отношениях со своим любимым человеком, который становится его семьей, такой вопрос не задает Был ли ты в армии? Категоричен ты 15 лет был Очень вы классный и умный, но зачем прятать писью и говорить о нормальном сексе? Юля, вы 82-го года, судя по циферке 82 Вы считаете, что если ваш мэн постоянно говорит о своем хрене, выкладывает его в боксер и подальше, оттягивая, чтобы все видели, какой он мужик Вы не думаете о том, что такие вещи обычно заканчиваются в 5-6-7 лет? Позже мужчина не этим выпендривается, собственно, вот так вот А если ваш мужчина бегает с хером на переполу, вот так вот везде, с утра до вечера, ну, это не признак мужественности и ума, разве нет? Мужчина кончает за 3 минуты, что делать? Ну, кончите его раз, кончите его два, а на третий раз надо заняться нормальным сексом Не, на самом деле, вот такие вот кричат у меня там большой, а очень часто, это, между прочим, очень распространенная проблема Так, кто-то тут спрашивает, сколько денег получаешь в инстаграм? Скажите, а у вас какая глубина влагалища? Как только ответите, я вам скажу, сколько я денег получаю Так, как убрать растяжки живота, если я всегда была пухлой? Ну, это все маски в ленте, мы уже говорили, есть и аппаратная косметология, много вариантов Так, Коваленко, оба, прощай, пропала, пью с вами, Аня, Аня, привет Как тучку G расширить? Вы не поверите, но это делают косметологи Прекрасная тема есть Таких косметологов буквально единицы Точка G находится пальцем Абсолютно точно находится Ставится расширитель обычный вагинальный Эта точка еще раз фиксируется На эту точку можно поставить маркером черным или цветным, или любым Вот такое вот пятно, буквально, наверное, с мятикопеечную монету Либо с рублевую монету И в эту рублевую монету И в эту точку вводится геороновая красота Ровно такая же, какая вводится в губы И после этого точка G становится очень чувствительной зачастую Зачем ты себе делал силиконовую грудь? Ну а какую мне делать еще грудь, если у меня плечо левое не работало И грудь была разорвана? Вот такое вот Кто у вас лидер в семье? Ну, мы вместе Да, Мася, мы же вместе лидеры Судя по дьявольскому снимеху, нет Привет из великих лук, Мася Привет Так, Саша, как ты относишься к мантре и материальности мыслей? Я отношусь с полной уверенностью того, что этот мир гораздо сложнее, чем нам пытаются его представить Почему вы так просто говорите о сексе? Ага Ну, в этом-то вся и проблема большинства людей Что люди вообще не умеют говорить ни о сексе, ни о отношениях, ни о правде Они считаются показательства глупыми, слабыми Они боятся насмешек, они боятся, боятся, боятся Так и проходит вся жизнь Так, смотри, у нас какой-то петух смотрит Зовут его Данил Пихур Пихур? Да он Пихун, походу Нет, это у него Пихун Так, вы в Москву переезжаете или нет? Переезжаем Отец спрашивает, Наташа, Наташа, записываешь? Да, так Александр, а что утром, когда просыпаешься, сильно отеки? Раньше такого не было Возможно, работа почек, либо надпочечников, либо щитовидки Может быть, вы изменили питание Еще жара сильно зависит от отеки Соответственно, что могу советовать? Убрать соли из еды, и через 3-4 дня будет все шикарно Так, делаю шугаринг уголкового бикини и смотрю вас А мы выступаем в роли обезболивающего А я делал вот на этом диодном лазере И мне на самом деле понравилось Болевых практически на бикини не было Это было круто, потому что на Александрите я, конечно, после этого охеревал Саша, почему манекируют наши губы женственные? Зачем? Ты же классный парень, тебе чем? Ты же классный парень, тебе что-то не хватает? Что-то не хватает, во мне много чего есть И это гораздо сложнее, чем все кажется Поэтому мне вот нравится Ну, а что, ходить с блековыми глазами Посмотрите, видите, какие у меня лоськи? Брови у меня такие же, реснички у меня такие Не нравится мне это, а так мне нравится Так, опять вопрос про Москву Да приедем, приедем мы в Москву Да Осенью Сколько, как говорится, бросила Мася? Пять с половиной, пока она так осталась на месте Потому что Мася тренировки делает короткие У нее же два часа вместо трех с половиной четырех Мужчина наставит на том, чтобы жить вместе А я не готова, что делать Сказать? И я тебе сказал, и что? А я сказал, что я жить без тебя не могу Заревела, бросилась тебе в ноги И все И ты поняла Вот, сука, она Опять двадцать пять Не, ну на самом деле, что? Не готова? Это можно обсудить Можно обсудить, хотите ли вы вообще это Или не хотите сейчас Это же можно сказать мне Знаешь, ты мне не нужен Можно сказать ему, что да Я тебя, наверное, люблю Да, ты мне дорог Но я пока не готова Всю свою личную жизнь подбрасывать под это Поэтому, если ты меня тоже любишь И сильно хорошо ко мне относишься Давай пока будем встречаться А в определенные моменты делать А дальше посмотрим, как нас судьба разведет И, соответственно, может быть Через какое-то время вы сами скажете Что вы бы хотели с ним жить Собственно так Зачем тебе куйки? Целоваться прикольно И не только Так, что думаете Насчет диеты дюкана? Мы говорили слишком много на эту тему Не хотите в Донецк приехать? Не знаю Бо-бо-бо, это так Мы, может быть, и приехали бы Супруг кончает за пару минут Второй раз не может И так все время Руками удовлетворить не может Делает больная трагедия Это пиздец Супруг кончает за пару минут Ну, я не знаю, что Попрызгайте ему ледокаином Нахреном Пускай он у него не имеет И чтобы он хоть десять минут отработал Но мне кажется, если мужик кончает за две минуты А второй раз не может То за десять минут может случиться инфаркт И тогда вообще ничего хорошего не будет Руками удовлетворить не может Конечно, не может Если он ни хрена не чувствует И не понимает, как устроена женщина Как он будет вам доносить удовольствие Так Как найти точку G? Ну, девчонки С точкой G все понятно Она находится примерно в одном месте Плюс-минус это отклонение Там может составлять и 5, и 7 сантиметров Но, как правило, она находится Внутри его Галища где-то сантиметров Через 8, 10, 12 В сторону вот брюшной полости Соответственно, она может отличаться влево-вправо Как только вы ее найдете Эта зона наиболее чувствительна Наиболее приятна По-моему, все просто То есть, как только люди добиваются чего-то Они расслабляются И это, наверное, неплохо Ведь душевное разновесие и расслабление Это прикольно Но когда человек начинает морально И физически деградировать Вот это проблема Собственно, такие Мася, Саша, жри сердечки Она и так этим занимается Жрет их постоянно Саша, ты не хочешь покрасить волосы в черный цвет? Мася против? Что-то все у меня не первый раз спрашивают про черный цвет Нет, не надо Тебе черный цвет Я не хочу Вы одобряете ранние браки? Ну, слушайте Ведь опыт Это Переживание ошибок Если мы не двигаемся И не делаем ошибок Мы не получаем опыта Потому что все считают Что нужно учиться на чужом опыте А чужой опыт Это чужие ошибки Нельзя на чужих ошибках Постараться выучиться Так Какие же скучные вопросы Все задают Груто все сидят в глубоких подвалах Ничего в жизни не видели Не слышали ни о чем По мне Так вы нормальные люди Кими должны быть все В принципе Разносторонними Спасибо Какой фильм посмотреть? Ой, не знаю У нас это самый частый вопрос Да Так У меня муж темнокожий И до него встречался тоже с темнокожими После того, как их попробуешь На белых смотреть скучно Поэтому разделяем мать на любовь Они самые лучшие любовники Да Как только попадаешь на этот черный наркотик Так все Ну ты синий Ладно Ладно Вот так вот Диета для подростка Такая же, как для взрослого Вы думаете, у вас что? Что-то отличается Или это третий вид человека Мужчина, женщина и подросток Точка от жизни существует Как врач тебе говорю Посмотри анатомию Ёбаный компот Давайте перейдем тогда к этому Хотите совсем по-жесткому? Сейчас я, блядь, вам все расскажу У многих чувствительна точка G Которая не существует Значит, существует точка Вполне определенная Либо зона Которая более эрогенна Чем другие зоны Кому-то, например, нравится мочка уха Нет там, блядь, никакой точки Но она, сука, эрогенна Аж критер подрагивает Кому-то нравится поцелуи Кому-то нравится шея Кому-то нравится покусывание сосков У кого-то анос очень чувствительный У кого-то чувствительна зона между ног Вообще, где ляшечки находятся Кому-то нравятся пальчики рук или ног Поэтому не надо пиздеть мне по поводу того, что точки G не существует Точки G фактически не существуют Но на самом деле, как эрогенная зона Эта зона существует Если вы об этом, как врач, не знаете То смотрите дальше Анатомию Так Как ты относишься к сексу с пьяной массей? Нет, когда масса пьяная Я вообще не очень люблю состояние Я люблю, когда все находится под контролем Расслабление – это один расклад А моральная деградация – другая Собственно, вот так вот Одно не могу понять Почему все курсы в основном для женщин? Ведь, по сути, часть мужчин Ни хрена не... Ага Знаете, вы задаете очень умную вещь А с другой стороны, она без обид Я только ни в коем случае не обидюсь Несколько глупа А почему курсы создают для женщин? А ведь мужчина ни хрена не знает Так мужчины и ноги, сука, не бреют Педикюр не делают Маникюр не делают Мужчины настолько самоуверенность Мужчины настолько брутальны Что слово неухоженность Стало для них синонимом моды Так зачем им разбираться о том Где у вас эрогенная зона Какие правильно совершать движения У него уже есть хуй Да, у него уже есть хуй Как вот кто-то мне написал Его нужно показывать Встудить его на 2 минуты Раз в полгода И, соответственно, он же мужик Вот именно поэтому Мужских курсов не фиксирует Да, мужчина в жизни не пойдет На такие курсы Потому что он никогда не признает в себе Что он чего-то не знает в женщине Масса кончалась квирком? Нет, к сожалению Но у Масси зато есть мультиоргазмы Что тоже очень прикольненько Потому что это кайфово Зачем точку G прокалывать? Она становится еще более чувствительна Потому что если вот Ну, я думаю, что здесь у нас присутствуют девчонки У кого губы увеличенные Ну, я имею в виду верхние губы Вот эти, соответственно Изменяется ощущение Когда точка G прокалывается Геороновой кислотой Соответственно, это место Становится еще более эрогенной Потому что постоянный приток Крови там туда Ну, гарантированный Соответственно, при вводе Пениса, игрушки, пальцев Чего угодно Эта зона начинает реагировать Геороновой кислотой Геороновой кислотой Любимый мужчина занимается сексом Девушка У него, допустим, 16 сантиметров Он делает те же самые движения Под ту же самую музыку И она И она просто на седьмом небе Ну, а потом ее в подъезде Затиснули Тоже 16 сантиметров А те же движения Ни хрена не уходит Боль, стресс Та вам подобное Все зависит от чего А вот и наоборот От настроения Ты не в своей фантазии эротические Кончай уже тут мне Угу Ээээ Все Извини меня Пораный Жесткая Жесткая Сейчас возьму тебя Так Как относитесь к ГБТ Уже говорили 3000 раз По этому поводу Что это? Питер круче Москвы Ну, смотря в каком плане В плане житья Может быть и круче А в плане работы Нет Мясо Когда приготовишь стейки Приготовлю Думаю, да Что значит деградировать Ну, что значит деградировать Прочитайте Слово деградация По-моему, означает одно Движение вниз Саша, ты правда бесплоден? Абсолютно Даже есть Пост у меня в инстаграме По этому поводу Любители пельмени Мать, а ты что так опять далеко Отсвоилась-то от меня Так а ты большая И мне Да, я большая Ты просто все время бегаешь И выучаешься Какая-то хренатень Вон, ни хрена Вопросов прошу Мася Ой-ой-ой Когда будет выпущен На свободу Альберт? Понимаете Мамка очень волнуется Александр Был ли у вас секс с мужчиной? Нет Если Мася не считать Увидев у вас случайно Первое впечатление Было негативное Через 5 минут На вашей странице Понял, что вы очень крутые Но так бывает Потому что стереотипное мышление Все-таки преобладает В нашем мире Какая поза вам больше всего нравится? Разная Какая разная? Ты кто? Звезда А раз звезда Это значит Руки-ноги в сторону Люби меня Еще Еще давай Сказала Еще хочу Ну я так люблю Понимаете Звезда Про кого-то ли у Мастер.джи Да Я сам колол Лично Так После приседания Болит колени Даже тяжело вставать Больно Что делать? Не приседать неправильно Будет все нормально Мася мужик? Да, конечно Я сейчас так яйца выкачу Да Мася может Альберту свободу Да Рвнем те линяшки Пожалуйста Янтарная кислота худеет Есть такое Но не нужно путать некоторые вещи И не причинить себе вред Саша, какие книги читаете? Никакие Уже больше 17 лет Рецепты салатиков Ну уже столько салатиков У нас есть в Ленте Будет что-то приходить Будем делать Так Где точка Джи Во лбу Массируйте вот здесь вот точку Джи Это другая точка Это у индусов Она, между прочим, тоже очень важная точка Но она не физиологическая Она духовная Что у нас на ужин А это у меня в Ленте Сейчас все увидите Показать себя полностью Мася, зачем? А я без трусов Мам, ну не надо Мне жопу покажет Ну что ты делаешь? Мам! Ты меня так возбуждаешь Когда ты говоришь Что ты без трусов Ну ладно Так Как тебе помочь Выйти из затяжной депрессии? Ну я не знаю Если у вас летом Затяжная депрессия Значит нам быть и зимой Соответственно Все зависит от того Как вы смотрите на мир Хотите смотреть на него негативно Такой он и будет Как испытать сквирт? О, есть техника Что, не все знают Как испытать сквирт? Ну, во-первых Для этого нужно Чтобы киска Была достаточно растянутая Во-вторых Для этого нужно Крайне быстрое движение До спазма Когда спазм наступит Работайте еще дальше Через силу Как правило Само это не получается сделать Для этого должна быть Либо секс-машина Либо опытный партнер И вот когда Этот спазм достигает Нереального Силы Ты резко вытаскиваешь И получается Нереальный сквирт Штука офигительная Мася не любит так Блин, где же Сука спазм А у нее нету Бразил Хелло Классная попа Попала в кадр Да, есть такое Люблю вас очень И мы вас тоже любим На самом деле У нас Мася транс Трансухая Трансухая Тоже делаю Вот так Чупы Да, вот между ног На пласты Да В жопе там Приклеиваю Откуда вы столько всего знаете Шесть браков Саша, у тебя была осудимость Штраф у меня был Когда мы высовались Не знаю Какие самые экстремальные поступки В сексе Лучше вам не знать Лучше не знаю Знаете английский Изъясняюсь На английском Испанском Привет с Бреста Украины Спасибо Ой, даже Индонезия Хай from Индонезия Индонезия Хай Так, чего На самом деле У нас встреча с друзьями Мы сейчас поедем в ресторан Хотели в корюшку Кстати Если кто-то у нас из корюшки Слышит Ребята Мы не сразу дозвонили К до менеджера Потом нам сказали Все вставы занят И собственно Сегодня шпаков вы не увидите Причем по собственной инициативе Поэтому сегодня едем В рюмочную номер один Где соответственно Нас приняли быстренько Сделали нам столик Так что Мы оттуда Какой-нибудь репортаж Сделаем Вот такие дела Да У Маси есть месячные Да, иногда бывают Но они у нее коротенькие Два дня и все Привет Перкут Сказань Всем привет Вы клевые Мася, мы клевые Офигенские Ну что, пора одеваться Ехать уже Да А то я без труселей тут Мам, ну хват Мам, ты дура Ну мама Она дура Не, я просто люблю Когда Мася кричит Нью-Йорк Привет Саша, вы мега Спасибо Америка Мы обязательно к вам еще приедем Очень хотим Очень и очень хотим Саша, Мася встречалась С парнем два года Однажды поехал А, она встречалась С парнем два года Поехал в клуб с друзьями Изменил там Узнал об этой А той девушке Она меня как-то нашла И позвонила Не могла Месяц завис Правда от парня Простить Задайте себе другой вопрос Вы ведь задали себе Очень неверный вопрос Она вам об этом рассказала Когда близкая подруга Вам рассказывает Об измене Вашего парня Или еще что-то Вы думаете Это с добра? Она просто решила Сделать доброе дело Как правило Здесь совершенно Противоположный поступок Если допустим Мой друг Изменил с кем-то Или его жена Изменила с кем-то Я не побегу Докладывать об этом другу Это их личные отношения Уже от кого они Этого не узнают Так это от меня И не потому что Я пытаюсь что-то затаить А потому что Пытаюсь что-то затаить А потому что Это привлечет Ровно противоположный эффект То есть люди Не найдут взаимодействия Не станут вернее Друг другу А по твоей вине Могут разойтись Так вот лучше Задайте вопрос подруге Зачем она это сделала Потому что Не факт что это еще правда Астрахань Вы супер Астрахань Всем привет Покажи Мася А что Мася Мася вон у меня С голой пипенькой Вообще взял Мне показал На всю страну Я конечно это Того Ты же собираешься В испанскую деревню Где все голышом ходят Так и что И что Там-то я могу И дома я хожу Все время голая А тут забанят Что такое мультиоргазм С мультиоргазмом Все просто Когда вы выходите на пик У вас случается оргазм Буквально 3-5 секундочек Второй, третий, четвертый, пятый Он очень долго тебя колбасит Да Для этого нужны Правильные движения Все будет прикольно И соответственно Должен быть однозначно Хороший партнер Все Мальчики, девочки Культурный бухач У нас переходит Уже в реальный С нашими друзьями Мы поехали сегодня В рюмочную номер один Всем спасибо Обязательно еще увидимся Да, Юрка уже звонил Все Пока-пока А он тебе позвонил уже? Он тебе звонил Ну и что, что он мне звонил? А что ты не позвонил? Мы поехали сегодня В рюмочную номер один Всем спасибо Обязательно еще увидимся Да, Юрка уже звонил Все Все, пока-пока. А он тебе позвонил уже? Он тебе звонил. Ну и что, что он мне звонил? А что ты не позвонил?